Христос, Харьяв и Мирилос Христос, Харьяв и Мирилос А мы живем на улице Маштос Мы учились на улице Маштос Получились стихи, я надеюсь Прости Вот только начали учить армянский, поэтому простите нам акценты Когда мы сюда ехали, мы думали, Грузия или Армения, Армения или Грузия Сейчас мы понимаем, что это странный вопрос вообще Потому что лидер нашего братства Оля Кузнецова сказала, что в Армении есть братья Братья и сестры Дело в том, что Ливон Джан, который нас встречал, он с Олей с нашей познакомился в городе Екатеринбурге Мы сейчас обедали и Ливон признался, что у него было ощущение, что он этих людей знает 100 лет И у меня, когда я встретил Ливона, было точно такое ощущение И у меня, когда я встретил Ливона, было точно такое ощущение И это не потому, что я никогда не видел армян в жизни А потому что я не знал, что в Армении тоже есть братья и сестры А раз так, то уже не важно, кто они Армяне, русские, немцы, татары Потому что мы знаем, что во Христе нет ни Эллина, ни Иудея А все мы живем в одном духе Поэтому, братья и сестры, я очень рад всех видеть Спасибо вам большое за эти песнопения Мы даже немножко здесь подпели И я надеюсь, если честно, еще обнять каждого из вас и сказать «Христос посреди нас» Спасибо Спасибо Что окажут сюда Напис Братья и сестры, Ливон попросил меня сегодня сказать проповедь и выбрать фрагмент из Евангелия, о котором можно было бы сказать слово И я выбрал последнюю главу Евангелия от Матфея А точнее, последние четыре стиха Последней главы Евангелия Христиане знают, что в этой последней главе Евангелия от Матфея говорится о так называемом Великом Поручении Я прочитаю сейчас это и потом скажу слово Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус И увидев его, поклонились ему, а иные усомнились И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа Учая их соблюдать все, что я повелел вам И сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь Здесь, братья и сестры, мы читаем о великом поручении Господа нашего Иисуса Христа Но сначала идет такое маленькое поручение, которое не выглядит великим Он просто им говорит, идите в Галилею на гору И они слушают его, идут на гору, куда повелел им Иисус Но тут же говорится, что иные усомнились И когда я читал эти слова, я подумал, а почему мы сомнились? Что вообще в мире всем заставляет нас сомневаться? Очевидно, это наша простая человеческая природа, наше человеческое естество Мы помним, что и Фома сомневался Мы помним, что и Пророк Иеремия сомневался, говоря, что, Господи, я не могу говорить им слово, я слишком молод Я думал, что Иеремия говорит об этом, что и Марии сомневался, говоря, что, Господи, я косноязычен, не могу связать двух слов И вот возникает вопрос, как же преодолеть это сомнение, чтобы выполнить великое поручение Господа нашего Иисуса Христа? И ответ простой, положи цена Бога. Мы знаем, что у вас есть брат Гамлет, который как раз преодолел сомнение и положил сына Бога. Мы услышали о его духовном подвиге еще в феврале месяце, когда были дома с Таней. Еще в феврале мы услышали рассказ о брате Гамлете, который услышал голос Бога. И получил свое великое поручение. Оказалось, что он должен сесть в машину и ехать в Азербайджан проповедовать Слово Божие. Мне кажется, это было великое поручение, и брат Гамлет не усомнился. Когда мы полагаемся на Бога, то мы преодолеваем сомнения. Духовный попечитель нашего братства в Москве, отец Георгий. Он начал оглашение еще в 1978 году в Советском Союзе, когда это было запрещено. Когда Брежнев еще провел дерево с Брежневом, и в комнату входила милиция, и братья и сестры сидели, читали Евангелие. Но у них всегда была под столом бутылка водки. И у них всегда была под столом бутылка водки. Когда милиция входила, библию ставили под стол, а бутылку водки на стол. И отец Георгий тоже выполнял, как и ваш брат Гамлет, библию на стол. Но что же тогда сказать о нас, о простых людях, братьях и сёстрах? Исполняем ли мы великое поручение или мы сомневаемся? Исполняем ли мы великое поручение, и мы сомневаемся. Второй враг исполнения, кроме сомнений, это самонадеянность. Исполняем ли мы великое поручение. Потому что нельзя научить все народы, если ты сам не научился. Читаем ли мы Евангелие каждый день? Заканчиваем ли мы богословские курсы или институты? Получаем ли мы богословские образования? Ведь чтобы научить, нужно научиться. Нельзя быть самонадеянным. И чтобы научить, нужно жить по вере. Вот моя жена, мой духовный наставник. Её зовут Татьяна. И она мне говорит, ты столько лет в церкви, а всё время только болтаешь. Покажи мне, как изменилась твоя жизнь. Почему у тебя до сих пор не светятся глаза? Где твой нимб, в конце концов? Почему не светится? Если мы со Христом, мы должны светиться, братья и сёстры. Поэтому нельзя быть самонадеянным. Но ещё нельзя быть самонадеянным. Нельзя сказать, а мы все христиане, ну что ж, всё отлично. Теперь можно просто спокойненько жить и общаться с хорошими людьми. Всё. Вот я уже упоминал сегодня про пророка Иеремию. Вы помните из Ветхого Завета, что он убеждал царя? Его народ должен установить его действовать. Убеждал царя установить культа Единого Бога в народе израильском. Мы не хотим, чтобы мы не были языком, чтобы не было языков, чтобы не было языков. И он слушал его и установил культу Единого Бога. И вы думаете, что мы не были языком, чтобы мы были языком. Но потом успокоилась. Все хорошо. Мы не можем делать Единому Богу, значит, ничего не надо делать. И тогда Еремия решила, что не будет больше пророчества. В этом году Еремия не могла сказать, что он не был языком. И Еремия не могла сказать, что он не был языком. Но мы помним, чем это закончилось. Падением Иерусалима и Вавилонским пленением. Будем же, братья и сестры, бороться с сомнением. Бороться с самонадеянностью. Бороться с самоуспокойностью. Давайте проверим сегодня, на что у нас заведены будильники. И на что у нас в телефонах стоят напоминалки. Часто бывает, что мы заводим будильник, чтобы встать на работу. Но заводим ли мы будильник, чтобы почитать Евангелие? Ставим ли мы напоминание, чтобы не опоздать навстречу с братьями и сестрами? Пишем ли мы себе напоминание, ставим ли мы будильника, чтобы сделать доброе дело? Мне кажется, нам нужно пересмотреть наши будильники, чтобы ставить напоминание о том, что мы христиане. Только так мы с помощью Божией сможем исполнить великое поручение, которое дал нам Иисус Христос. Так мы с помощью Божией. Мы с помощью Божией. Мы с помощью Божией. Иисус Христос. Иисус Христос. Иисус Христос.